2 февраля 1993 года, ровно 30 лет назад, были установлены дипломатические отношения между молодым независимым государством Республикой Казахстан и Европейским Союзом. Первый совместный договор соглашения о партнерстве и сотрудничестве стороны подписали в январе 1995 года здесь, в Брюсселе. Позже, в декабре 2015, после всесторонних переговоров, стороны подписали и договор нового поколения соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. И наша страна первая в Центральной Азии, с которой у Евросоюза есть такой всеобъемлющий документ, включающий 29 сфер взаимодействия. Это вопросы международной и региональной безопасности, торговли и инвестиций, развития инноваций, культуры, спорта и туризма. В марте 2016 соглашение было ратифицировано Казахстаном, а после завершения этого процесса всеми странами ЕС, 1 марта 2020 года соглашение вступило в законную силу. За это время Казахстан и ЕС построили крепкие торгово-экономические связи. Это доказывают цифры. На долю Евросоюза приходится половина казахстанской внешней торговли и всех привлеченных иностранных инвестиций. За 11 месяцев прошлого года товарооборот составил 36,4 миллиарда долларов США. Это на треть больше, чем в предыдущем 2021 году. В Казахстане работают более 6 тысяч европейских компаний. Основные европейские страны-инвесторы – Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Франция, Люксембург и Италия. Три десятилетия дипломатических отношений ознаменовались регулярными визитами первых лиц. В 1993 году Брюссель впервые с визитом посетил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Девятый его визит в столицу ЕС состоялся в октябре 2018-го. С европейской стороны в декабре 2010-го года Казахстан для участия в Астанинском саммите ОБСЕ посетил президент Евросовета Херман Ван Ромпей. В июне 2013-го года состоялся официальный визит президента Еврокомиссии Жозе Эммануэля Борозу в Казахстан. А в мае 2019-го года нашу страну с официальным визитом посетил президент Евросовета Дональд Туск. В конце ноября 2021 года состоялся официальный визит президента Казахстана Касымжомарта Тукаева в Брюссель, в ходе которого он встретился с руководством ЕС. И, наконец, в конце 2022 года, в преддверии 30-летия установления дипотношений, нашу страну с официальным визитом посетил глава Евросовета Шарль Мишель. В ходе встречи стороны обсудили энергетическую и продовольственную безопасность, развитие зеленой экономики, транспорта и логистики. Лидеры обменялись мнениями и по продвижению взаимодействия в формате «Центральная Азия-Европейский Союз». Только что состоялись содержательные и плодотворные переговоры, которые будут способствовать выведению двухсторонних отношений на новый уровень. Наша встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере. Достигнута договоренность о дальнейшем продолжении нашего интенсивного политического диалога. Также мы подтвердили важность укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом в рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Евросоюз – один из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров нашей страны. За 30 лет в экономику Казахстана привлечено свыше 160 миллиардов долларов инвестиций из Европейского Союза. В ходе этих переговоров была дана положительная оценка двусторонним связям в сферах энергетики, зеленой экономики, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Стороны договорились о совместных усилиях для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества. Прежде всего мы учили большой потенциал сотрудничества между Казахстаном и ЕС в таких направлениях, как транспортировка важнейших видов сырья и зеленая энергетика. Кроме того, отмечена важность развития международных транспортных маршрутов в целях обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. Это особенно актуально в нынешних геополитических условиях. Также мы рассмотрели возможности использования Европейским Союзом транскаспийского международного транспортного маршрута. На встрече мы также обсудили актуальную региональную и международную повестку. Мы также обстоятельно рассмотрели текущую ситуацию в Афганистане и межрегиональные отношения ЕС со странами Центральной Азии. В ходе двусторонних встреч был продолжен диалог по вопросам демократии, прав человека и верховенства права. Шарил Мишель выразил поддержку масштабным реформам по построению справедливого Казахстана. Наши связи становятся крепче и прочнее. Центральная Азия и Европа становятся ближе друг к другу и отношения между нами укрепляются. Казахстан – важный партнер Европейского Союза, а также важный игрок на международной арене в регионе. Хочу поздравить вас с проведением первой встречи глав государств Центральной Азии и Европейского Союза. Тесное сотрудничество со странами Центральной Азии открывает путь к обеспечению развития и безопасности региона. Сегодняшняя встреча имеет большее значение, чем просто политический диалог между двумя регионами. Евросоюз – один из основных политических и экономических партнеров Казахстана. Сразу после официального визита главы Евросовета Шарля Мишеля в Астану осенью прошлого года произошло еще одно исторически очень важное событие. 8 ноября на полях саммита мировых лидеров глобальной конференции по изменению климата в Египте премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн подписали меморандум о взаимопонимании, о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости зеленого водорода. Подписание документа создаст условия для установления финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС. В целом наша страна обладает всеми необходимыми факторами привлекательности для европейского бизнеса, среди которых диверсификационные источники энергии и высокий транзитно-транспортный потенциал. По сути мы открываем новую главу в наших и без того глубоких отношениях. Евросоюз и Казахстан на протяжении многих лет развивали прочные экономические связи. Вместе мы будем работать над укреплением интеграции наших стратегических производственных цепочек. Это касается добычи редкоземельных элементов, производства аккумуляторов и зеленого водорода. Эти производственные цепочки – двигатели зеленого и цифрового преобразования во всем мире. Мы знаем, например, насколько важны аккумуляторы для электромобилей или хранения возобновляемой энергии. Поэтому сейчас самое подходящее время для укрепления нашего сотрудничества, подчеркнула тогда глава Еврокомиссии. И чтобы слова не остались словами, стороны предложили взаимодействовать в этом направлении. В ноябре 22-го Астану посетил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Речь на переговоры с заместителем премьер-министра, главой МИД Мухтаром Килберде, шла в том числе о фокусе на зеленую экономику. Казахстан заинтересован в дальнейшей диверсификации диалога в торгово-экономической сфере с фокусом на углубление сотрудничества в сельском хозяйстве, переходе к зеленой экономике, повышении энергоэффективности, цифровизации, транспорта и логистики. С учетом текущей геополитической ситуации мы отметили важность развития международных транспортных коридоров для обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. В частности, рассмотрели вопросы поддержки ЕС развития транскаспийского международного транспортного маршрута. В феврале мы отмечаем знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Евросоюзом. Казахстан является очень важным и ценным партнером. Его важность растет. Мы делим интерес по развитию сотрудничества. Поэтому я благодарен вам и господину президенту Касымжомарту Тукаеву за проведение широких обсуждений о том, как ответить на общие вызовы на основе взаимоуважения и доверия. Мы хотим сделать наши взаимоотношения более глубокими и прочными. Во время недавних брюссельских встреч заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко с представителями Еврокомиссии и Европарламента было отмечено, что в год 30-летия дипотношений Казахстан и ЕС намерены продолжать и расширять двустороннее сотрудничество. Взаимовыгодное партнерство будет сопровождаться и визитами на высшем уровне. Смысл наших встреч заключался в том, чтобы оценить то, что было сделано за прошедший год и наметить планы на этот год с тем, чтобы мы не менее достойно его провели и не менее достойно реализовали все те договоренности, которые были достигнуты между президентом Казахстана Касымжомартом Кемельевичем Тукаевым и руководством Европейского Союза, а именно Шарлем Мишелем, который посетил Казахстан, и Урсула и фон дер Ляйен, которая планирует посетить Казахстан в этом году, для того, чтобы, среди прочего, подписать дорожную карту по реализации меморандума о сотрудничестве в области критических сырьевых материалов, зеленого водорода и цепочек поставок. В этом году в Астане также ждут с визитом президента Франции Эммануэля Макрона, глав Германии и Австрии Франк-Вальтера Штайнмайера и Александра Вандер-Беллена, а также премьер-министра Андорры Хавьера Эспота. Ожидается, что во время предстоящих визитов в Центре внимания будет вопрос развития транскаспийского международного транспортного маршрута. Весной планируется подведение итогов исследования технической оценки этого дорожного маршрута и запуск ряда совместных проектов. Предварительные итоги нашего исследования для Еврокомиссии о коммуникационных возможностях между Европой и регионом для устойчивости в транспорте говорят о хорошем потенциале Казахстана. У страны уже есть очень хорошая инфраструктура на местах, амбиции и планы по ее усилению и поддержке коммуникации между регионами. В новом транзитном коридоре между Европой и Азией роль Казахстана определяющая. Ничего не будет работать без Казахстана. Страна, находящаяся между самой большой по площади и самой многочисленной по населению странами, является абсолютно важной. Нефть и газ очень важны, но мы не должны заострять внимание только на ресурсах. Самое важное сейчас – это трансформация экономики и переход к промышленному производству собственных товаров. Сегодня наблюдается высокий интерес со стороны европейских партнеров к продвижению всех сфер сотрудничества. Стороны ожидают, что такая динамика продолжится и в следующем году. В Евросоюзе активно поддерживают и курс политических реформ Казахстана. В Европейском Союзе очень твердо и однозначно поддерживают курс реформ, проводимых президентом Касымжимартом Тукаевым с целью построения справедливого Казахстана. С интересом наши европейские партнеры смотрят на происходящее в Казахстане с точки зрения подготовки к внеочередным выборам в Мажелис и в Маслихаты всех уровней, понимая, что это будут очень интересные выборы с точки зрения большей конкуренции между политическими партиями, с точки зрения наличия теперь одномандатных округов, в которых также будет очень активная конкуренция. Поэтому интерес огромный и поддержка серьезная. Казахстан играет важную роль как крупнейший экономический партнер ЕС в регионе. Мы живем в новой геополитической реальности, которая бросает нам ряд вызовов. И мы намерены развивать это многостороннее сотрудничество. Мы также поддерживаем реформы, которые президент Тукаев планирует провести для построения нового Казахстана, чтобы сделать его более демократичным, эффективным и правовым государством. ЕС уже крупнейший инвестор Казахстана и хотел бы и дальше оставаться на этой же позиции. Мы хотим укреплять и наше экономическое сотрудничество, развивать региональное взаимодействие, а также культурные, научные и многие другие связи отмечают в официальном Брюсселе. Роль Казахстана в обеспечении безопасности в регионе очень велика. Мы знаем, что ваша страна активно поддерживает Афганистан. Это часть диалога по безопасности, которая касается также и стабилизации ситуации внутри страны. В Алматы передислоцирован офис миссии ООН по содействию Афганистану. Казахстан не раз вносил самые активные и плодотворные предложения по тому, как двигаться дальше, как работать вместе, и предлагает целую платформу таких предложений. За 30 лет взаимовыгодного сотрудничества Астана и Брюссель отмечают высокую динамику двустороннего политического диалога, развития экономического и торгово-инвестиционного сотрудничества и активизацию всех сфер взаимодействия. Стороны поддерживают постоянный обмен мнениями и по актуальным вопросам международной повестки дня, и с уверенностью смотрят в будущее укрепление двусторонних связей и реализации положений соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Жанна Тернежо, Март Ахметов, Бельгия, Брюссель.